Всем привет и хорошего настроения, друзья! Хочу сегодня вернуться немножечко к очень краткому обзору нашей семейной коллекции радиоаппаратуры в свете следующих событий. По работе я довольно плотно контактирую с Центральной библиотечной системой Приморского района города Санкт-Петербурга. И вот тут не так давно мне поступило предложение организовать небольшую выставочку, имеющейся у меня радиоаппаратуры, имеющейся у нас в семейной коллекции радиоаппаратуры в Центральной библиотеке нашего Приморского района Санкт-Петербурга, в котором я имею честь работать. Поэтому попросили снять обзорную ролик с того, что у меня есть замечательный человек Марина Евгеньевна, директор Центральной библиотечной системы, весь коллектив ЦБС, отнеслись с интересом к нашему семейному увлечению, к нашему хобби, коллекционированию радио и фото, также киноаппаратуры. Поэтому я считаю, что в принципе надо немножечко показать то, что у нас есть в коллекции, ну и в общем-то заодно сниму вот такой обзорчик небольшой и для вас, друзья, для вас, подписчики канала. Вот, в принципе, темы это родственные библиотечные дела, то есть библиотека это накопление информации, передача ее, так сказать, посредством различных методов для людей. А, в общем-то, радиоаппаратура, любая, радиоприемная, пусть это будут магнитофоны и прочее, звукозаписывающие, это тоже своего рода, в общем-то, носитель информации, добытчик ее из эфира и передача ее людям. Вот, значит, радиодело насчитывает уже довольно много лет, помните, наш замечательный изобретатель Попов тогда, еще в прошлом веке изобрел радио. И вот оно, так сказать, занимает в нашей жизни довольно большую сейчас нишу, довольно большое место, все, что связано с радио, с радиоаппаратурой, с телевидением и другими методами передачи информации. Поэтому, в общем-то, библиотеки и, скажем так, радиоаппаратура, вещи далеко не чужие. Ну, хотелось бы показать современному молодому поколению то, на чем слушали, так сказать, музыку и новости наши предки, наши деды, прадеды, отцы матери, вот. И я считаю, что если мне удастся эту выставку организовать, то, в общем-то, может быть, она будет с интересом воспринята и кругами читателей библиотеки, и пройдет, возможно, не зря. Итак, давайте по порядку расскажу вам о том, что, так сказать, имеет место быть у нас в коллекции. Заранее приношу свои очень глубокие извинения по поводу того, что снимать я буду с рук, а не со штатива. Соответственно, значит, изображение будет несколько нестабильным, подергиваться и шевелиться в экране. Поэтому, простите, но снимать со штативом это быстро не получится и динамики не будет. А моя задача вложиться в максимально короткое время, показать, что у нас есть. Ну что ж, начнем. Из-за достаточно большого дефицита времени, я вам скажу, что к съемке этого обзора я специально не готовился. Как всегда, все снимается достаточно спонтанно. Вот, поэтому ни свет не поставил, ни, в общем-то, имеющуюся в наличии аппаратуру не разместил должным образом. Сами понимаете, квартира не лучшее место для экспозиции. Поэтому все, что у меня есть, прошу воспринимать. Вот оно вот так стоит достаточно тесно, без ярлычков. И, наверное, даже несколько бессистемно. Коллекция у нас небольшая, не могу назвать ее систематизированной. Собираем просто то, что вот как бы чем-то нас заинтересовало. И, в общем-то, проследить по ней исторические эпохи развития радио довольно сложно. Но хотя бы, так сказать, грубое деление на, в общем-то, то, что, так сказать, как развивалось наше радиодело в нашей стране, ну, в общем-то, выводы определенные сделать можно. Ну, и так, начну с небольшой нашей коллекции, значит, абонентских громкоговорителей, так называемых проводных приемников, которые раньше были в каждом доме, но и на каждой кухне уж это точно. Значит, проводная сеть радиовещания в нашей стране с 30-х годов прошлого века присутствует в довольно широком объеме. Раньше было почти в каждом доме, как я уже говорил, повторюсь. Применялась она не только для получения развлекательной информации, но и в качестве оповещения. Вот, допустим, в блокаду, в блокадном Ленинграде, как вы, наверное, все знаете, широко распространены были вот такие тарелки громкоговорителей. Вот у меня она имеется, значит, правда, я вам скажу сразу, честно, откровенно, эта реплика, это не оригинальный экземпляр. Муромский завод сейчас, который и в войну выпускал подобные вот тарелки громкоговорителей, он выпускает сейчас такие вот ретро-вещи. Значит, они, в принципе, работоспособны, то есть, если включить ее в сеть проводного радиовещания, то можно получить, значит, звук и прослушать первую программу трансляционной радиосети. А в войну, как вы знаете, в каждом доме такие тарелки находились в каждой квартире, и в случае, значит, налета фашистской авиации вещали, «Граждане, воздушная тревога!» «Граждане, просим всех спущиться в бомбоубежище!» При артнолете эта сторона улицы наиболее опасна. Вот, в общем, это история, живая история. Вот эти вот тарелки провисели в наших годах вплоть до 50-х годов прошлого, в наших домах провисели вплоть до 50-х годов прошлого века. И вот здесь, как вы видите, Муромский довольно хорошо, так сказать, выполненный с оригинальной вилкой такой карболитовой, с проводом в матерчатой изоляции, со всеми вот этими винтами большими, с регулятором громкости, тоже выполненным по старой схеме, из толстого картона его репродуктора. И он, как я уже вам сказал, вполне работоспособен. Но это были, скажем так, примитивные вот такие радиовещатели, звуковещатели, скажем так, абонентские. Постепенно время шло, и они становились более затейливыми. Вот в нашей коллекции представлен такой полностью деревянный, радиоприемник, балтийский он называется. То есть здесь вы видите на его лицевой панели единственная пластмассовая деталь, это решетка, обравляющая динамик. Динамик еще закрыт радиотканью. А вот здесь у нас адмиралтейство, растральная колонна, то есть прослеживается история Петербурга. Тоже вполне работоспособный. Вот, значит, долгое время, да, выпускались вот эти вот в деревянном корпусе громкоговорители абонентские. Есть у нас в коллекции их несколько штук. Как вы видите, тогда они еще были с радиотканью, то есть никаких пластмассовых решеток не применялось. Ну, в зачаточном варианте вот здесь вот есть такая. Ну, а большей частью были в радиоткани. Вот следующее поколение громкоговорителей абонентских уже пошло в карболитовых корпусах, карболитовых, текстолитовых. Это вот радиорепродуктор сетевого вещания «Радуга». Это наш оригинальный, он в квартире моей бабушки и прабабушки провисел с 1900, дай бог памяти, 60 с какого-то там года. Вот карболитовые представлены здесь в карболитовом корпусе. Самые различные формы, значит, абонентские громкоговорители или репродукторы, как их называли, тоже с радиотканью, как вы видите. Значит, лицевая панель, за которой прячется динамик, затянута радиотканью. Это деревянные, это карболитовые. Были они довольно небольшого размера, вот тут такой достаточно пострадавший. Называется он «Утро». А каждый из них имел свое оригинальное название. Вот, и выпускали их, как правило, в качестве продукции народного потребления военные заводы, которые работали на оборонку. Ну, и вообще, и прочее, предприятие народного хозяйства в качестве товаров народного потребления, ширпотреба. Далее, значит, пластмасса корпуса пошла уже несколько иного. Качество вместо коричневого стало черное. И вот уже появились пластмассовые решетки. Вот тут целый ряд репродукторов более, скажем так, поздних времен с пластмассовыми решетками, с карболитовыми корпусами. Значит, ну, про трехпрограммные это тема отдельного разговора. Вот один из этих программничков здесь представлен. Вот. И далее уже более современные пошли из пластмасс цветных, белых и так далее. Радиоткань, как вы видите, уже исчезла из их интерьера. Вот. Стали пластмассовые решетки применяться. И они приобрели более такой привычный нам и современный вид. Есть у меня в коллекции такой довольно интересный редкий экземпляр репродуктора в белой пластмассе, но в такой старого образца. Тоже пока еще затянутым. Это 50-е годы. Затянутым радиотканью, отверстием громкоговорителя. И вот с таким интересным перетюдным календариком, как вы видите, встроенным. То есть превращение этого календаря, меняется дата, можно поменять месяц, число, день, недели и так далее. Вот. Как вы знаете, такие календари сейчас достаточно сильно ценятся на всяких барахолочках. Ну, а это вот не просто календарь, а встроенный в репродуктор. Интересная, оригинальная мысль. То есть все менялось вручную. Вот. Ну, далее пошли как бы варианты вот таких вот уже малоразмерных громкоговорителей, как вы видите. Вот это так и называется. Малютка. То есть он в карболитовом корпусе с решеткой из пластмассы круглой, но за ней находится радиоткань, и там скрывается динамик. Шнур у него еще в матерчатой оплетке, шнур включения в радиосеть. Вот. Их несколько вариантов было. Малюток в разных расцветках корпусов, разных, так сказать, цветов. Вот серенькие, пеги, вот беленькие, синенькие были, ну и коричневый, карболитовый. Вот. Малогабаритные сетевые, так сказать, радиоприемники, радиоточки получили потом достаточно большое распространение. Вот, наверное, широко распространенный всем известный Ленинград с медным всадником. Он втыкался в сеть, как вы видите, вот прямо без шнура, вот этими вилками втыкался в сеть радиовещательную. Вот мир интересный тем, что у него ползунковый регулятор громкости, тоже втыкается в сеть напрямую. Вот еще один представитель подобного класса. Вот еще похожий вообще на маленький транзисторный приемничек СССР, 50 лет, юбилейный. Тоже, но этот уже со шнуром, тоже втыкается в радиосеть. Вот, собственно говоря, вот это такие вот собранные у нас коллекции. Ну, далеко не все, конечно, я вам показываю, имеющиеся в наличии сетевые радиовещательные приемники. Вообще, разместить в квартире нам удается, ну, не более 30% того, что есть у нас в коллекции. Следующая часть нашей коллекции посвящена ламповой радиоаппаратуре. Это уже радиоприемники, которые принимали, так сказать, вещание из эфира непосредственно, без проводов, не требовали подключения к розетке трансляционной сети. И вот в коллекции у нас есть один очень редкий экземпляр радиоприемника, который даже не имеет короткой марки, а назывался он Апскнис и Жуковскис. Очень интересный и редкий экземпляр в наши дни радиоаппарата, который принимал длинные, средние, короткие волны. Выпускался он еще в несоветской Латвии, в Латвии до 1940-х годов, когда еще, так сказать, она была самостоятельной республикой. Параллельно с приемниками типа ВЭФ выпускался фирмой Апскнис и Жуковскис, это вы, как понимаете, ее основатели и хозяева. Вот такой приемник. Он выпускался полностью на радиоэлементах, закупленных в Германии, фирмы Сименс, там лампости Сименсовские. И, в принципе, обеспечил для этого времени очень высококачественное звучание. Был прямым конкурентом радиоприемником фирмы ВЭФ, также выпускавшихся в Латвии. По качеству, говорят, превосходил. И этот завод, выпускавший эти приемники, Апскнис и Жуковскис, существовал, скажем так, достаточно долгое время. Он и при немецкой оккупации был, при немецко-фашистской, и потом в Советском Союзе тоже, даже директор у него был прежний, господин, по-моему, Апскнис, который его организовал. Он и при советской власти являлся директором-исполнителем этого завода. Вот, и выпускал различную радиоаппаратуру. Вот, приемник редкий, сохранилось очень мало экземпляров подобных. Видите, на шкале все надписи еще не, скажем так, не на русском языке, а вот, значит, таким латинским шрифтом. Вот, и города там все соответственным образом названы. Вот. То есть, интересный такой экземпляр. Из ламповой радиоаппаратуры, присутствующей нашей коллекции, хотелось бы остановиться на таком монументальнейшем глобальном радиоприемнике под лаконичным и звучным названием «Мир». Выпускался он с 1954 года, то есть, ну, непосредственно после смерти Сталина, и воплотил в себя все черты сталинского вампира. Он очень большой, глобальный на самом деле. Сейчас, к сожалению, наверное, надо не понять, как он выглядит, но такой достаточно большущий аппарат. Вот. Выглядит он, действительно, как сталинская высотка. Вот. В его архитектуре применены многие вияния, так сказать, именно от архитектуры тех лет. Вот даже вот его зеленый глаз оформлен в форме земного шара. Видите, там зеленый глаз, индикаторная лампа загорается, когда включаешь приемник, в форме земного шара с параллелями и меридианами. Сверху, значит, голубь мира, вокруг лавровый венок. Очень интересно выполнена шкала приемника. Вот такие полупрозрачные, значит, из стекла пластинки линейки, на которых нанесены диапазоны волн. И вот при включении его, при переключении волн, загораются они по отдельности с зеленым огнем. Вот. Значит, выпускался этот приемник в двух вариантах. Значит, как радиоприемник, собственно, и как радиола. Вот у меня представлено в качестве радиола. То есть, что это значит? Это значит, что если мы откроем его сверху, то увидим там устройство для проигрывания грамм-пластинок. ЭПУ, электропроигрывающее устройство. Вот такой интересный аппарат. Ну, продавался он только, скажем так, для номенклатурных работников тех лет. То есть, как бы, простым гражданам его купить было практически невозможно. Вот. И именно вот этот аппарат являл из себя такой многоламповый, хороший супергеротеродинный приемник с замечательными звуковыми характеристиками. Он до сих пор, как и большинство всего, что есть у нас в коллекции, работает. И, в общем-то, звучание его достаточно, значит, неплохо. Ламповый звук. Вот. Но это уже из другой категории. Здесь у нас электропроигрывающий аппарат, электропроигрыватель Caravella настенного исполнения. То есть, вертикально у него ставится пластинка, как вы обратите внимание. Caravella 23 стерео. Вот. Тоже такой нечастый аппарат со стробоскопической подстройкой вращения и со своими такими своеобразными акустическими системами. Трапециевидной формы с фазоинверторами. Все на ходу, все работает. Продолжая тему ламповой радиоаппаратуры, нельзя не сказать о таком замечательном, в полном смысле слова, народном приемнике под названием Огонек. Этот приемник принимал только длинные и средние волны. Вот. И вот переключатель, значит, его диапазонов. И, в общем-то, благодаря своей маленькой стоимости и распространенности выпускался несколькими заводами под разными названиями. Был он Огонек, был он под названием Маяк, были еще различные версии его, так сказать, названия. Это уже не трехпрограммник, а именно ламповый приемник. Внутри у него там находится схема с лампами. Вот. Он, конечно, довольно скромный по характеристикам, но был довольно доступный и был во многих семьях. То есть народный аппарат Огонек. Вот. Контраст, да, сравните с аппаратом, который назывался МИР, и вот эти огоньки, которые, в общем-то, были предназначены для трудящихся нашей страны, для прослушивания новостей и музыки. Вот такого планчика. Продолжая тему ламповой радиоаппаратуры, невозможно не сказать о знаменитейшем приемнике, радиоприемнике Балтика. Это был, скажем так, один из первых, а может быть, первый аппарат, всеволновой в полном смысле, предназначенный для, скажем так, широких масс населения. Если посмотреть старые фильмы, типа, там, значит, пигданские, пардон, кубанские казаки, вот, девчата и тому подобное, вот, значит, Максим Перепелица, 50-х годов фильма, то в кабинете у председателя колхоза, как правило, всегда стоял, или у директора завода, вот, подобный радиоприемник Балтика. Выпускался он, значит, рижским заводом ВЭФ, вот, и принимал длинные, средние и несколько диапазонов коротких волн. Он, кстати, очень интересный, распространенный, со временем приемник был, в нескольких модификациях выпускался, вот, и довольно неплохо принимал, значит, принимал радиовещание на, вот, различных волнах, в том числе зарубежное, из, скажем так, из-за рубежа, вот. Вот более ранняя, скажем так, версия ламповой радиоаппаратуры, сейчас попробую немножечко, извините, за... некое неудобство съемки, автодвинуть стекла, чтобы было видно. Очень интересный аппарат, не знаю, удастся ли мне его дотащить до библиотеки, огромный, глобальный такой, это Радиола Минск, Радиола Минск 41, то есть, конец 40-х годов прошлого века. Замечательный сохран, прекрасная радиоткань, значит, красного цвета, лакированные, полированные всевозможные вот эти, вот, так сказать, вставочки, значит, и аппарат достойный, вот. Радиола, он потому что, если мы поднимем эту крышечку, сейчас просто его сложновато будет поднять, там находится именно, значит, электропроигрывающее устройство для проигрывания грампластинок. Тоже всеволновой аппарат, ну, для тех времен, длинный, средний, несколько диапазонов коротких волн, у КВ тогда еще не было. Вот такой замечательный большой зеленый глаз. Вот, ну, вообще, довольно много радиоаппаратуры лампового у нас в коллекции собрано, мы, в принципе, и с нее и начинали. Вот тоже широко известная, распространенная Радиола Латвия, замечательные звуковые характеристики она выдает. У нее несколько динамиков, помимо двух передних фронтальных, еще боковые, высокочастотные. Очень хороша эта Радиола в, значит, воспроизведении музыки, речи и прочего. Одна из лучших. Вот ламп, ну, Радиола, потому что, понимаете, там, соответственно, тоже имеется электропроигрывающее устройство. Вот ламповая Радиола Харьков, выпускалась, значит, на Украине. Вот, тоже с проигрывателем, тоже всеволновая. Вот эти вот квадратные, характерные для 50-х годов полированные ящики деревянные. В общем-то, такую наводят, эстетическое наслаждение доставлять, хочу сказать. Ну, Восток-57. С этой Радиола начиналась, наверное, наша коллекция. Одна из наших любимых. Вот Радиол тоже Восток-57. Уже с УКВ диапазоном, то есть принимала в высоком качестве радиостанции на ультракоротких волнах УКВ или то, что сейчас называют ФМом. Правда, диапазон был советский. Вот, это вот, как бы, такое поколение квадратных ящиков 50-е годы. Далее, значит, пошла по пути развития радиоаппаратура и стали уже применяться вот такие, прошу прощения, несколько поменялся форм-фактор самой аппаратуры. Давайте мы все-таки уберем эти стекла, чтобы не освещивало, и посмотрим вот сюда. Это вот у нас Радиола Рекорд. Кстати, очень много аппаратуры выпускалось в СССР под названием Рекорд, с именем Рекорд. Вот, это уже такая продолговатая, как вы видите, радиола. Сверху у него находится проигрывающее устройство, а здесь у нас длинные, средние, короткие волны. Вот. Далее были выпущены вот такие уже магнитолы. То есть, что такое магнитола? Это радиоприемник, в который встроен сверху вместо проигрывателя магнитофон. Вот здесь подкрыщик, если мы туда заберемся, мы его обнаружим. Все это ламповая техника, вот, с романтичным названием Фиалка-2. Одна из первых отечественных магнитол. То есть, там находится магнитофонная приставка. Можно не только слушать радио, но и записывать. Радиопередача была, что было революционным для своего времени, для тех лет. Вот. А также можно было записывать и что-либо иное через прилагающийся к ней микрофон. Прошу прощения. Вот еще из народных приемников тоже, как вы видите, рекорд. Вот. Простенький такой, полностью обтянутый радиотканью, с такой довольно симпатичной шкалой. Вот. Это тоже из народных. Недорогой и бывший во многих семьях аппарат. Ну, в общем-то, вот есть еще тут у нас, тут у нас, но для экспонирования мало предназначены. Вот. Ну, безусловно, я прошу прощения, имеется в коллекции у нас и известнейшая, распространеннейшая радиола Ригон, да. Опускавшийся рижским заводом, да, в Эф. Вот. Во многих семьях она была тогда, как символ престижа и достатка. Вот. Требовалось ее купить. Обладать ее было необходимо, как, я не знаю, сейчас неплохим автомобилем. Стоила она немало по тем временам, но выдавала довольно неплохой качественный звук. У нас Ригонды эти есть даже в двух экземплярах. Это вот Ригонда 102-я, последний вариант исполнения Ригонды. А была до этого просто Ригонда, Ригонда Мона. Несколько по-иному она выглядела, другая у нее была более светлая радиоткань. Вот эти радиолы выпускались в большом количестве, значит, рижским заводом и присутствовали во многих семьях. Естественно, все это дело рабочее. Ну, хотелось бы немножечко поговорить о магнитофонах, имеющихся в нашей коллекции. К сожалению, для экспонирования они тут у нас не самым удачным образом представлены. Вот магнитофон Астра 2 из большого такого многочисленного семейства Астр, выпускавшихся Ленинградским заводом техприбор. Это вторая модель. Первая выпускалась в начале, в конце 50-х годов, потом была Астра 2. Также вот интересный магнитофон Комета. Трехскоростной магнитофон для своего времени очень качественный считался. Был мечтой многих меломанов. Но начать все-таки стоит вот с такого интереснейшего чемодана. Это на самом деле раритетный аппарат. Мелодия. Мелодия МГ-56. Их у нас очень мало сейчас сохранилось. В живом виде. Чем характерен и интересен этот аппарат? Прежде всего тем, что это единственный, первый и единственный отечественный ламповый, так сказать, магнитофон, который был реверсивным. То есть он позволял непереворачивающую пленку прослушивать и первую сторону, и вторую сторону ее. Нажимая вот эти, соответственно, клавиши, движение пленки менялось на противоположное. И, значит, можно было, не снимая непереворачивающие катушки, прослушивать записанную на них, так сказать, музыкальную программу. Магнитофон был двухскоростной. Значит, 9 и 19 скорость, что позволяло делать довольно неплохие качественные записи. С ним у меня вот есть даже его родные оригинальные катушки. Магнитофонная магнитная лента тип 2. В общем, значит, такая еще толстая, хрупкая, которую склеивали ацетоном. На основе нитроцеллюлозы была эта лента выполнена. И поэтому, соответственно, она, в общем-то, не очень долговечная. Но, тем не менее, магнитофон интересный. Ну, телевизоры я не коллекционирую из-за дефицита места. Но один из них, конечно, в коллекции у нас присутствует. Телевизор мы решили не собирать, а то это было бы... Пришлось из квартиры выселяться, чтобы все это разместить. Вот есть телевизор КВН. Замечательный образец такого вот телевизора с маленьким экранчиком. Это первый массовый телевизор нашей страны. КВН-47. Выпускался с 1947 года. С маленьким, небольшим таким экранчиком. Вот. Чем он интересен? Это первый, единственный, наверное, в мире серийный телевизор, который был телевизором прямого усиления. Без ГТР-1. Если кто понимает, как это... То есть, ну, простейшая схема. Там были три программы, переключающиеся простым переключателем. Вот. И вот его выпускали довольно большими сериями, партиями. И это был первый телевизор, да, значит, просмотрев который, многие познакомились впервые с телевидением. 40-е и 50-е годы прошлого века. Изумительный аппарат. Для того, чтобы на этом мелком экранчике хоть что-то можно было разглядеть, к нему прилагалась такая большая линза круглая. Видели, наверное, может быть, в кино где-нибудь. Которую заполняли водой, либо глицерином, для того, чтобы она несколько увеличивала в полтора-два раза изображение на экране, чтобы было комфортнее смотреть. До сих пор работает, кстати. Вот. Ну и тут, как контраст, для него телевизор выпуска уже 80-х годов. Стоит наверху, видите, такой маленький. Раньше была мечта таксистов. Ставили его автомобиль типа Волга. Ездили с ним, и можно было тоже, наверное, в маленьком экранчике смотреть телепередачи. Что характерно, что интересно с точки зрения... Этот телевизор, единственный, наверное, из телевизоров отечественных, выпускался в виде конструктора. Не знаю, правда, какой там, скажем так, радиолюбитель, школьник мог себе это позволить, собирать такой телевизор. Потому что стоимость этого конструктора была 100 рублей, как сейчас помню. 100 рублей, это была зарплата младшего научного сотрудника по тем временам. Ну и, конечно же, значит, да, еще немножечко о магнитофонах. Есть у него такие редкие вещи, как магнитофон войсковой, тоже катушечный, да. Смотрите, такой стальной ящик применялся в войсках для записи допросов пленных, разведдонесений и прочего, и прочего. Катушечный, все очень такое надежное, мощное, с клавишами. Магнитофон, типа, ну, тире диктофон. Вот, все оформлен, видите, без изысков и излишеств, а именно для того, чтобы мог в поляровых условиях служить в свою службу. Именно вот такую ручку для переноски. Вот. И интереснейший такой аппарат. Сейчас самому продемонстрирую. Извините, что вот так вот на полу, опять-таки говорю. Это магнитофон под названием «Репортер». То есть, один из первых отечественных магнитофонов для репортажной звукозаписи. Смотрите, какая прелесть. Тоже такой металлический, с простейшим управлением. Все управление осуществлялось при помощи вот этой вот круглой рукоятки. То есть, его носили в сумке на боку. И, подключив к нему микрофон, через вот такой стрелочный прибор ужасающего военного, брутального вида, контролировался уровень записи. Вот. Ну, кстати, до сих пор работает. Смотрите, можете убедиться. У него встроены батарейки. Но, к сожалению, звук вы не услышите, потому что для того, чтобы прослушать звук, нужно к нему подключить наушники. А так все полностью исправно и работает. Вот. Ну, все. Выключим мы его. Вот такие интересные магнитофоны имеют место быть. То есть, первые магнитофоны, как вы понимаете, это были катушечные. Вот у меня тут собрано, к сожалению, далеко доставать не буду, много отечественных катушечных магнитофонов первого поколения, в том числе носимые, такие как Весна, Романтик. Вот он, Романтик, стоит вверх ногами. Катушечный, батарейный. Там вставлялось огромное количество плоских батарей. О, пардон, круглых батарей, 373 элементов. И вот их, соответственно, можно было носить с собой и там в течение непрожительного времени автономно слушать. Также у нас, значит, из нашей домашней коллекции собрано очень такое, ну, большое количество транзисторных радиоприемников. Это тема вообще отдельного разговора от миниатюрных до тех, кто побольше, вот, различные с олимпийской символикой. Вот было такое обширное семейство приемников альпинист. У нас они собраны почти все. И до вот таких небольших карманных приемничков. Вот. Знаменитые, конечно, значит, спидалы, как правильно называть, не спидалы, а спидалы. Интересные такие приемнички, вот, в виде таймера с часами механическими, видите, да, то есть, заведя часы, можно было дождаться. Приемник сигнал в определенное время включался, и как будильник вас мог разбудить. Вот. Есть такие интересные экземпляры с характерными такими переводными картинками, декальками, которые раньше наши воины привозили из служившей в Германской Демократической Республике. Привозили в больших количествах и лепили на все. На гитары, на магнитофоны, на приемники. Вот. Это тоже дух веяния истории. Вот. Много миниатюрных приемники, как звездочка в двух вариантах исполнения. Черный-красный корпус. Вот. Первый радиоприемник РК Клин, который принимал карманный маленький УКВ диапазон. Вот. Приемники Сокол выпускались, такие довольно качественные. Вот. Приемник с названием Максимка, смешным и трогательным. Это такие полудетские. Приемник Алмаз, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, а вся история нашей транзисторной радиотехники, радиоприемников, началась вот с этого замечательного аппарата под названием Спидола, как вы видите. Вот с такой узкой шкалой, с ниточкой, бегающей по ней, настройки.